Из наиболее крупных установок класса Мегасайенс, которые создавались и функционируют при участии Российской Федерации, но расположены за ее пределами, наиболее известная установка — это Большой Адронный Коллайдер в Европейском Центре Ядерных Исследований, где Российская Федерация участвовала, начиная с момента создания этого комплекса, и в Российской Федерации создавались как элементы самого ускорителя, так и подсистемы практически всех основных детекторов, предназначенных для получения физических результатов. В Российской Федерации есть несколько компьютерных центров, которые принимают активное участие в обработке данных, поступающих с детекторов Большого Адронного Коллайдера. Другая большая установка, проект которой возник по инициативе Советского Союза, — это международный термоядерный реактор, ИТР, строительство которого начато во Франции. Сам проект создавался по инициативе нескольких стран, в том числе Советского Союза, как международная установка, Стоимость проекта достаточно высокая, и он должен продемонстрировать возможность мирного использования термоядерной реакции. Это должен быть один из первых реакторов, на котором будет начато промышленное производство электроэнергии с использованием термоядерной реакции. И в этом проекте также активно участвует Российская Федерация в очень многих подсистемах и системах этой уникальной установки. Это циклопическое сооружение, большой сверхпроводящий соленоид, внутри которого сверхсильными магнитными полями удерживается плазма при температуре нескольких десятков миллионов градусов, и энергия, выделяющаяся из-за слияния ядер Диэтерия и Трития, в дальнейшем преобразуется в электроэнергию. Другие проекты, в которых участвует Российская Федерация, связаны тоже с применением пучков заряженных частиц для развития разнообразных технологий и исследований в других областях. Один из, наверное, наиболее интеллектуальных и наукоемких проектов, это проект, который был начат в 2009 году, а официально введен в эксплуатацию в прошлом году, в 2017 году. Это европейский лазер на свободных электронах рентгеновского диапазона длин волн. Что такое эта установка? Это 3,4 километра линейного ускорителя с сверхпроводящими резонаторами, пучок от которого используется для генерации когерентного рентгеновского излучения. Интенсивность пучка и характеристики излучения позволяют его использовать для исследования в самых разных областях. Можно с очень коротким временным и пространственным, мелким пространственным разрешением получать фильмы разнообразных процессов с разрешением на уровне атомных размеров для исследования новых наноматериалов, для исследования свойств биомолекул. Причем биомолекул не в отрыве от живого организма, а прямо внутри живого организма. Стоимость этого проекта по ценам 2005 года составляла примерно 1,25 миллиарда евро. И вклад России в этот проект примерно 26% от стоимости этого проекта. Что такое вклад России? Россия фактически на правах собственника в рамках ее доли участия в этом проекте может использовать получаемые пучки рентгеновского излучения для проведения собственных исследований. Примерно на тех же условиях Российская Федерация участвует в проекте, тоже реализуемом на территории Федеративной Республики Германии. Это установка для антипротонных ионных исследований в Дармштадте. И в рамках развития этого проекта планируется последовательно создать два ускорителя для тяжелых ионов, которые позволят реализовать программу фундаментальных исследований по четырем основным направлениям и широкую программу прикладных исследований с использованием пучков тяжелых ионов высоких энергий. Вклад России в этот проект составляет примерно 8% от его стоимости.